Друзья, интересная есть страна, называется Сомали. Многие утверждают, что государства там нет, однако есть те, кто не соглашается и утверждает, что правительство там все-таки есть. Правы и те, и другие, по определенной степени. Там есть правительство, так называемое переходное правительство, которое контролирует одну треть территории Сомали. Другая часть, это непризнанное правительство, которое находится в южной части, точнее в северной части Сомали. И страна называется Сомалиленд. Я бы хотел рассказать вам об этой стране. Там есть много недостатков, конечно же, но есть и достижения. Сомали, когда знакомишься с ней ближе, имеет немало успехов. Да, это не США. Сомалицы все еще очень бедны, но по сравнению с остальной Африкой, там есть определенные достижения. Проблем несколько. Война между кланами и правительством, высокая детская смертность, которая, правда, после 90-го года резко сократилась, недоедание и даже голодание. Также присутствует проблема интервенции со стороны других государств. США и с недавних пор это Кения. Правительство действительно очень слабо, по крайней мере. Содержатся они не за счет налогов, а за счет налогоплательщиков других стран. ООН содержит приходное правительство. Правительство не имеет серьезной силы. Более того, часто чиновников просто убивают. В Сомали в разных ее частях действует традиционное право и шриадский суд. У кланов есть разные отклонения от генеральной линии судов и нет законодательного центра. Законы обычно возникают по договоренности. Я бы сказал даже, что законы в Сомали открываются. Когда между кланами возникает конфликт, то он решается старейшим. Интернет действительно очень распространен в этой стране, хотя доступ к нему имеет всего лишь 100 тысяч человек. Но это официальные данные. Благодаря отсутствию монополии и централизованного регулирования, частные компании обеспечивают очень низкие тарифы. Причем они низкие не только в сравнении с Африкой, но и в сравнении с большинством стран мира. Интернет есть в каждом городе, каждом селе, каждой деревне. Очень хорошо налажена связь. Она также охватывает почти всю страну. Кроме того, зимой 2012-2012 года появилась 3G-связь. Хотя это, наверное, стоит отнести к интернет-сетям. Благодаря интернету и развитой мобильной связи во многих магазинах можно быстро произвести оплату купленных товаров с помощью СМС. Послал СМС. Пришел отчет о доставке. Все. Сделка совершена. Основная валюта – доллар США. Сомалийский шиллинг печатается на каком-то станке. Поэтому тут местные бумажки часто взвешивают, а не пересчитывают в руках. Кроме того, в стране, несмотря на ее бездность, есть свет. Частные компании предлагают жителям разнообразные тарифы и опции. К примеру, человек может выбрать, какой период своей активности ему оплачивать. Сутки, дневное время, ночь для оплаты по счетчику. В Сомалии хорошо развита пассажирская авиация. В крупных городах действует 14 частных компаний, имеющие 62 самолета. 50 аэропортов с грунтовыми взлетно-посадочными полосами. Еще 7 имеют твердое покрытие. Для еленоснимки с космоса можно сказать, что Магадиша активно восстанавливается. По крайней мере, в период с 2002 года по 2013 в городе появилось очень много новых строений, а также крыши на большинстве зданий совершенно новые. Есть красивые торговые центры. Правда, среди развалин они выглядят несуразно. Впрочем, как утверждает американская Википедия, в страну активно приходят инвестиции из-за того, что к бизнесу стали довольно лояльно относиться как кланы, так и жители. И, кроме того, с недавних пор частные охранные формирования способствуют росту уровня безопасности для бизнеса, предлагая свои условия. Жизнь в Сомалии, безусловно, опасна. Однако, там любой может приобрести оружие, и, по утверждению тех же ребят из ЦРУ, вариантность заболеть СПИДом гораздо ниже, нежели в других странах Африки. В целом, в Сомалии население, как уже говорилось, очень бедное. Но, если сравнивать с иными африканскими государствами, то все не так уж и плохо. Интересно, если бы Кения не готовила интервенцию, а переходное временное правительство, пользуясь знакомым нам популизмом, про общее дело не вторгалось в жизнь людей и кланов, то, возможно, что мы бы могли увидеть более-менее безопасный регион, в котором традиционное право и богатейший частный сектор создали бы нечто удивительное лет через 20-30. Недаром в недавно проведенном мной опросе люди изъявили желание жить именно в Сомали, а не в КНДР, если бы выбор был между этими двумя странами. Понимают, ребята, откуда можно легче свалить, если что. Спасибо.